В эфире итоговый выпуск новости Дагестан в студии Зухралиева. Здравствуйте! Я и мои коллеги расскажем о главных событиях уходящей недели. Проверка покажет. В Тлеротинском государственном природном заказнике обнаружили трупы горных туров. О версиях массового падежа в итогах недели. Проверка. Хоть и ветхая, но была. В селе Хибиатлии Цунтинского района полностью сгорела школа, в которой обучались 90 человек. Сотни боевых вылетов и десятки уничтоженных немецких кораблей и танков. Почему самолет героя СССР Юсупа Акаева догнивает? Во дворе музея Буйнакского и сняли наши корреспонденты. Шахматы на татами. В Махачкале прошел первый турнир профессиональной лиги Грэппинга. На ковре сошлись чемпионы мира и Европы. В Тлеротинском государственном природном заказнике на этой неделе нашли более 60 мертвых горных туров. Сотрудники заказника уверены, что речь не идет о чьих-то попытках отравить животных. Нет и признаков физического насилия. По их словам, это похоже на заразное заболевание, передающееся от тура к туру. Практически у всех у них наблюдаются характерные признаки. Вопрос обсудили и на совещании правительства республики. Власти проводят проверку. Территорию заповедника осмотрели сотрудники Роспотребнадзора и ветеринары. Отобраны пробы биологического материала для экспертизы. В четверг в Махачкале на улице Ирчи Казака было совершено убийство. 34-летнему махачкалинцу нанес множественные ножевые ранения житель пригородного поселка. Об этом сообщает пресс-служба МВД Республики. Пострадавший скончался по пути в больницу. Убийцу задержали на кадрах от очевидцев с места преступления, окровавленное заднее сидение автомобиля. Вероятно, все произошло именно там. На другой же видеозаписи неизвестные мужчины вытаскивают тело убитого из машины и грузят в газель. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. В селе Хиби от Лесунтинского района полностью сгорела школа. Обучались в ней около 90 человек. Причина возгорания пока не установлена, но есть версия, что учебное заведение могло загореться из-за проблем с электричеством, так как здание пребывало в аварийном состоянии. Дети пока будут учиться в две смены в здании местной школы-интернаты и сельской администрации. Изначально рассматривался вариант перевода детей и преподавателей в школу села Китлерота, однако из-за сложных погодных условий было принято решение организовать процесс обучения в Хиби от Ли. Вопрос находится на контроле руководства района. В каждом доме во всех социальных сетях на прошлой неделе темой для обсуждения и восхищения стал по-настоящему геройский поступок восьмилетнего мальчика из селения Ората Кунзахского района. Обычная детская игра едва не закончилась. Трагедия сразу для двух семей, если бы не самообладание Абумбакра. Все подробности истории спасения у Карима Даниева. Ему слово. Я нахожусь в селении Ората, а слева от меня то самое озеро, на котором произошла история, нашумевшая на весь Дагестан. Во время прогулки по замерзшему водоему под лед провалилась восьмилетняя девочка, но благо рядом оказался ее отважный одноклассник, который, не задумываясь о собственной безопасности, бросился ей на помощь. Все произошло за считанные секунды. Восьмилетняя Хадижат и Абубакр не догадывались, что идут по тонкому льду. К зимним прогулкам по озеру дети здесь привыкли, но природа всегда таит неожиданную угрозу. Не рассчитав толщину льда, девочка упала в воду, но ее одноклассник Абубакр не растерялся и сразу бросился на помощь. Я шел из дома к бабушке. Я увидел вот тут, прямо тут ее вот тут. Я тогда к ней спросил, а она крепкая очень? Она сказала, да. Она там внутри была, да? Да, она внутри была. Я оттуда сюда пришел. Потом тогда вот тут вот она провалилась. Я сказал ей, туда не иди, там трещины есть. Она не послушала и пошла. Она потом наступила на этот лед. И тогда она провалилась в воду. Она успела обернуться. Она держала лед, но у нее рука скользила. И тогда я там был, вот тут был. Я не задумывался и быстро к ней побежал. Потом захватил за руку и потянул. Абубакр провел одноклассницу и пошел домой. Зволнованный произошедшим подбежал к отцу и начал рассказывать невероятную историю, которая случилась с ним только что. Родители сперва даже не поверили. Подумали, что мальчик шутит или просто преувеличивает. Но когда мама спасенной девочки пришла поблагодарить, все стало ясно. Хотели выйти на розман. Он прибежал. Я что-то стал с ним играться, короче. Он говорит, подожди, подожди, надо что-то рассказать. Я говорю, что случилось? Прям видно, что серьезное случилось. Я сперва испугался. Я говорю, что случилось? Я, говорит, там девочку спас. Я говорю, кого ты спас? Ты на себя видел, короче? Нет, говорит, серьезно, я там девочку спас. Так значение придал, сказать, молодец, говорю, там надо вот так помогать, кто в беде или еще что-то. И пошел на розман, пришел, там что-то начали рассказывать. И вот вся эта шумиха задняя вокруг этой ситуации. История потихоньку распространилась среди жителей села. Сначала об этом узнали соседи, родственники, а затем, как это бывает, молву о маленьком герое было не остановить. Информация дошла до главы села, а он, в свою очередь, как это полагается, передал ее в администрацию райцентра. После проверки глава Хунзахского района выразил благодарность семье за воспитание такого сына и наградил мальчика грамотой и денежной премией. Там приезжал глава администрации района, это дионер Магомед, оказал нам внимание, короче, отблагодарил мальчика, сказал ему слова поддержки. Так, мальчик тоже радовался. И большое ему спасибо за такое внимание. В селе паренек всегда слыл молодцом, порядочным молодым горцем. Он всегда приходит на помощь к односельчанам, учится практически только на одни пятерки, занимается спортом, читает Коран и познает основы ислама. Похоже, что другого поступка в этой критической ситуации от него никто не ожидал. Как учишься? Я вижу, у тебя дневник здесь. Проверим его? Что-то обычно. Ничего себе! Это абсолютно неподготовленный заранее материал. Одни пятерки. Пятерка. Вот это я не взял на технологии. А, двойку не заметил. Ты такой молодец, что я даже двойки твои не замечаю. Очень такой озвучивый и спокойный парень. Учится тоже отлично. Очень развитый такой, игристый парень. Спорт тоже очень развитый. Занимается спортом, тоже ходит на тренировки по вольной борьбе. Такой очень активный ученик. Честно сказать, не только я, наверное, был удивлен. И все село тоже было удивлением, как второкласснику получилось у него вытащить с такого ледяного води, с такого положения, эту свою одноклассницу ходить. Это, конечно, сейчас оценить даже этот, не могу сказать, этот в самом деле очень большой подвиг. Старожилы рассказывают, что на озере чуть не повторилась история 40-летней давности, когда две девочки утонули в этом же самом месте. Простая неосмотрительность детей при прогулке по льду могла снова привести к трагедии. Я очень испугалась, когда узнала про этот случай. Никто ведь не видел, что дети там гуляют. Никто бы и не узнал, если бы они ушли под воду. Я, наверное, недели не спала из-за переживания, что что-то могло пойти не так. Не каждый взрослый бросится, чтобы спасти чужую жизнь и рискнет собой, чтобы вытянуть кого-то из ледяной воды. Дети и подростки почему-то решаются на такое нераздумывая. Сегодня юный спасатель стал объектом внимания СМИ. Им восхищаются в соцсетях, но сам он ничего героического в своем поступке не видит. Ничего не сделал, просто помог, говорит восьмилетний школьник. Карим Даниев, Нурмагомед Магомедов, телеканал ННТ, Хунзахский район, Орута. Честование Абубакра продолжилось с визитом делегаций из Хасавюрта. В их числе был и олимпийский чемпион Заур Угуев. Мальчику вручили орден народного героя Дагестана. Это главная общественная награда в республике. После спасения девочки к Абубакру было приковано всеобщее внимание. Было принято решение наградить нашего маленького героя удостоверением и предоставить его к ордену народных героев республики Дагестан. Сегодняшний день высшая общественная награда республики. Данную медаль изготавливали в специальном монетном дворе Санкт-Петербурга, чтобы подарить нашему маленькому герою. Его вместе с семьей пригласили на встречу в Муфтият республики. Там их приняли, провели им экскурсию и вручили памятные подарки. Рядом мой пример нужно нам всем тоже, и молодежи, особенно подрастающему поколению из таких вещей, пример брать. То, что будет взращивать и мужество, и храбрость, и отвагу, и в нужном уменьшении, чтобы вот так на фону всегда пришли. Тебе огромная баракала от лица Муфтията тоже. Отсюда ты столько знаний получишь, и будешь тоже рассказывать. Договорились? Вот это тоже тебе. Это тоже тебе. Изучение Буран. Ты Му'альмусани читал? Буран умеешь читать. Буран умеешь читать? Это новые книги выпустили, как раз для тех. Их, чтобы ты сам тоже прочитал, закрепил, и другим тоже преподавал. Расулу Расулу и Абакару Расулу, супруге, за достойное воспитание сына и приведение ему качества, благородства, порядочности и высокой нравственности. Это от тебя говорится. Родителям баракала говорят. Хуй салат. Хуй салат. Да, я кунг салат. Мы довольны. 16 лет назад самолет Юсупа Акаева подняли с Одна Черного моря. Желающих выставить у себя боевую машину прославленного летчика было немало. Однако руководство Буйнакского района выразило желание, чтобы самолет их земляка был представлен именно на его родине в Буйнакске. Министерство обороны страны охотно пошло в этом вопросе навстречу. И вот тут начались во многом печальные события с самолетом Ил-2. На неделе ситуацией заинтересовались представители ОНФ и журналисты. Слово Лориане Шемкалаевой. Самолет по замыслу должен был красоваться на постаменте во дворе музея боевой славы Буйнакска. Но оказалось, в машине героя Советского Союза не нашлось там места. Причина, по словам бывшего руководителя музея, банально – двор культурного объекта оказался продан. Из-за этого летательный аппарат перенесли в другой двор другого музея историко-краеведческого. И вот здесь более шести лет самолет, или вернее то, что от него осталось, съедает коррозия. Почему вот в таком состоянии, вот как вы говорите, почему не там, где этот самолет сказал передать музей боевой славы имени Супакаева в Буйнаксном районе. Почему не там? Вот спросите, я тогда отвечаю. Потому что мой двор забрали. Я ночами не сплю, думаю об этом самолете. Помогите мне подать в суд. Как ситуация дошла до такого печального положения, точно сказать не может никто. Сотрудники музея указывают на районную власть, чиновники на Министерство культуры, журналисты и представители ОНФ запутались в поисках начала и конца всей истории. Тот случай, когда все все знают, но не могут сказать, как быть. Его сейчас восстановить, это не представлять, по моему мнению. Это невозможно. Вы сами посмотрите, как истончался металл. Его сварить, его заклепать. Он будет разваливаться. Его вот так по частям, как он есть, поставить, значит, все впереди, кабина, все, вот так можно сохранить только. Ты другого ничего не сделаешь. Думали, сделать макет, выделить место, поставить этот макет, чтобы люди знали. Но вот так его выставить как-то, некрасиво, видите, его надо как-то упорядочить. А как это сделать? Наверное, специалистам и надо посоветоваться. Здесь и металл есть, тут и железо, тут есть и алюминий, тут все есть. Поэтому что-то делать, вот тронешь его, он разваливается. Вот, посмотрите, насколько он истончился. Несколько регионов просили, чтобы этот самолет оставили у них. В 2016 году его подняли. В 2017 году его доставили сюда, в Дагестан, так как это наш земляк, и здесь он жил. И мы считаем, что вот такие экспонаты, самолет, на котором воевал герой Советского Союза, не должен находиться в таком состоянии, и нужно предпринять все меры. Были встречи, как нам озвучили из Министерства культуры, что была какая-то договоренность с районной администрацией, с Министерством культуры и с музеем «Россия. Моя история» о том, что, возможно, этот экспонат установят там. Но дальше разговоров дело не пошло. И мы настаиваем на том, чтобы это обязательно к 100-летию, а оно случится в этом году, в августе, к 100-летию рождения нашего героя, чтобы самолет занял достойное место. В районной администрации тоже в курсе ситуации. Здесь не отрицают, что самолет от Минобороны передали именно району. При этом замглавы ссылается на то, что находится боевая машина на городской земле. Следуя его логике, решать эту проблему должны все сообща. Мы расположены на территории города Буйнакска. В музее, во дворе музея. Вы были там, да? Видели этот самолет? В каком он состоянии? А кто должен его посмотреть? Вы будете задать себе вопрос и ответить? Это контора. Наша администрация представляет все населенные пункты Буйнакского района. Вы понимаете? Надо собраться с двум главам города и района, совместно с республиканством комитета по делам ветеранов, Великой Отечественной войны, и принять к единому мнению. Где его устанавливают? Кто его будет восстанавливать? Может, там его оставить на месте? Там тоже можно оставить его. У нас в районе, в какой силу его поставить? Он его отец с Нижнего Чонгутая, а мать с Нижнего Казанища. В какой силу его поставить? Удастся ли полностью восстановить фюзеляж самолета, совершившего сотни боевых вылетов, неизвестно. Одно из предложений экспертов – все же привести фрагменты истребителя в Махачкалу, в музей «Россия. Моя история». Расположив в одном здании оригинал и точный макет самолета, дополнить композицию мультимедийными данными. Получится это или нет, покажет время. Ларьяна Шимхалаева, Магомед Магомедов, Новости ННТ, Буйнакск. После выхода материала в СМИ, глава Дагестана Сергей Меликов отреагировал на ситуацию с воздушным судном Героя СССР. Он поручил Минкультуре Дагестана в недельный срок разобраться в вопросе и проработать все варианты, связанные с реставрацией и дальнейшей судьбой самолета. Глава Республики пообещал держать ситуацию на личном контроле. Социальный контракт Минтруда Дагестана помогает людям дать старт своим бизнес-планам. На реализацию таких проектов в Республике в 2022 году предусмотрено около 1 миллиарда рублей. Паралимпийская спортсменка, чемпионка мира и Европы по паратэквондо Сакинат Магомедова стала участницей такого проекта. Все подробности в сюжете о Сильманаповой. Идеи были всегда, но, как обычно, не хватало денег. Превратить свои эскизы в красивые изделия из металла и дерева Сакинат даже и не думала. Но проект «Социальный контракт» помог все реализовать. Вообще не думала, что я займусь таким делом, немножко для меня необычным, но рисовать всегда у меня неплохо получалось. И благодаря вот этим рисункам я поняла, что эти рисунки можно воплощать в чего-то более интересное, идейное. Это воплощать в дерево, в металл и в такое интересное искусство. Сакинат собрала необходимые документы, подала заявление и прошла комиссию. В бизнес-плане она прописала все – от инструментов до сырья для изготовления эскизов. Как только выплата поступила на счет, она закупила необходимое оборудование. Сейчас девушка занимается изготовлением предметов интерьера. Для создания мелких изделий Сакинат приноровилась работать ногами. Более крупные виды работ выполняет на специализированном станке по работе с металлом. В скором времени она планирует перейти от индивидуальных заказов на изготовление сувенирной продукции. Я очень надеюсь, что сделанные работы, да, это сейчас исключительно… Моя как бы работа – это реализовать еще сделанные работы, как бы, да, поэтому, когда человек новый на рынке именно в таком плане, как бы, да, немножко бывает сложно как бы себя вот как преподнести, вот как людям вот показать свое вот это искусство, да, кто-то поймет, кто-то нет. Поэтому это немножко бывает сложно. Но я думаю, что я с этим справлюсь, вот, и я хочу именно в этом направлении двигаться. Я хочу, чтобы в дальнейшем мое дело это развивалось. Очень хочу, почему? Потому что мне нравится искусство. И я хочу также приобщить детей тоже к этому искусству, чтобы дети тоже учились и могли себя как бы реализовать именно со стороны искусства. Не все же дети хотят спортом заниматься. Всего в прошлом году по индивидуальному предпринимательству в Дагестане было заключено 378 контрактов. А это значит, что почти 400 человек в нашей республике смогли свои бизнес-идеи воплотить в реальность. На сегодняшний день мы начинаем работу, в 2022 году также реализовать эту программу по социальному контракту. И мы ждем наших граждан, готовы им подсказать, провести все необходимые консультации. Также хотелось бы сообщить гражданам, они как Управление социальной защиты населения по Махачкале могут представить документы, так же и в МФЦ. Отметим, что государство предоставляет деньги на безвозмездной основе. У людей только одно обязательство – улучшить материальное благополучие своей семьи. Асель Манапау Амурат Бикбарзов, новости ННТ Махачкала. И о спорте. На неделе в Махачкале прошел первый турнир профессиональной лиги грэплинга. На ковре сошлись чемпионы мира и Европы, представители разных стилей единоборств. Кто выжил победителем, расскажет Курбан Рагимов. Амплитудные броски и эффектные болевые приемы участники первого турнира грэплинг-про-лига показали зрителям всю красоту своего вида спорта. Всего пять суперсхваток. На ковре чемпионы мира и Европы бойцы топовых российских лиг. Эти грэпплеры уже давно заявили о себе на международной арене. Уровень грэплинга в республике растет, но именитым спортсменам негде выступать в республике. Им приходится выезжать куда-то. У нас идея была дать площадку для таких спортсменов. Именно вот этот формат суперсхваток, он вызывает интерес и у спортсменов самих тоже, чтобы выступить, показать. И так как мы не можем всем предоставить возможность выступать у нас в суперсхватках, мы будем привлекать именно именитых и результативных. А каждый, кто хочет проявить себя и показать себя, есть гран-при. И мы, смотря на эти результаты, также будем привлекать на суперсхватки тоже. Открывали турнир девятилетние дарования. Талантливый и не по годам умелый Руслан Богомедов одолел Магомед Амина Рашидова. После настала очередь мастеров. В схватке опыта и молодости Долгат Хункерханов оказался сильнее Исмаила Кадиева. Одной из самых ярких выдалась встреча бойцов ММА Курбан Гаджиев против Магомеда Гаджи Сиражудинова. Накал страстей не утихал до последней секунды. Гаджиев, уступая в счете, пошел на финальный штурм и сумел провести два броска, которые и помогли ему добиться победы. Грэпплинг часто называют шахматами на татами. Позиция снизу здесь больше атакующая. Этим обычно и пользуется Рамазан Шахшабеков. Встречу с базовым борцом-вольником Макошерипом Ибрагимовым он завершил досрочно больным приемом на ногу. Это была в первую очередь как бы братская схватка. Но мы вышли не обниматься как братья, мы вышли выигрывать. Поэтому мы понимали, мы на что идем. И я прям оттачивал работу на ноги. Это никому не секрет. У меня был план заставить ее думать, что я буду работать наверху. И в первый ударшийся момент я вышел на ногу. Есть кто-то, с кем бы ты хотел разделить камер здесь? Это один из лучших, да, в данный момент, который на ноги работает. Это Эйдар Саидов, с которым я с удовольствием поборолся бы. Проверил бы свои навыки. И есть один, так скажем, аферист Дауд Магомедов, который нечестным путем меня выиграл на соревнованиях. И я хочу вернуть должен. В главной схватке вечера бразилец Рожерио Алвес не сумел остановить атакующий напор чемпиона мира Резвана Резванова. Эта встреча могла завершиться уже в самом начале, когда мастер из Бразилии получил травму плеча. Но через пару минут Рожерио встал и продолжил, чем и заслужил горочую поддержку публику. Турниры планируют проводить пока раз в квартал. Также в планах организация так называемой «битвы стилей». Свои силы по правилам грэплинга смогут попробовать титулованные самбисты, дзюдоисты и представители других видов единоборств. Курбан Рагимов, Магомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. Вот такая насыщенная была неделя. Смотрите нас также на нашей странице в инстаграм и на сайте nntv.ru. А у меня на этом все. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»!